Это Екатерина, кибердружинница, студентка, которая в свободное от учебы время предотвращает интернет-преступления. В последнее время, говорит, в соцсетях стало много пропаганды наркотиков, оскорблений верующих и прочего экстремизма. В принципе, в интернете очень много постов, которые выглядят неоднозначным образом. И, ну, то же самое, это реклама, когда что-то где-то, ну, допустим, даже, грубо говоря, рисуют на зданиях, и люди к этому агитируют, а молодежь, она это видит, и она, знаете, повторяет точно так же киберпреступления. Вот именно об этом и говорят кибердружинники. Одно преступление тянет за собой другое, поэтому стараются не наказать, предотвратить. Например, видят, что человек выложил на странице песню из перечня экстремистских материалов, и, коли по неведению ступился, пишут в личку, предупреждают. Такая мягкость подхода понятна. На деятельности кибердружинников лежит тень слишком жесткой работы силовиков по так называемой борьбе с экстремизмом в 2018-м. Тогда Барнаул даже в шутку называли столицей экстремизма. По 282-й статье УК РФ судили Даниила Маркина, а потом и Марию Матузную всех за мемы, всех оправдали. Теперь такие действия частично декриминализировали, но сеть помнит. Барнаул был признан городом экстремизм, это просто кто-то написал. В рамках деятельности мы каждый месяц примерно по 200-300 материалов экстремистского толка в сети интернет выявляем. Но не вся информация уходит в правоохранительные органы. Часть информации, потому что мы понимаем, что молодежь, как правило это молодежь, не понимает то, что добавляют, какую информацию. Если найдены экстремистские материалы, информацию отправляют в Роскомнадзор для блокировки. Кибердружинником может стать любой. Для этого не нужны специальные навыки, только компьютер и желание самому отслеживать страницы интернета в поисках запрещенки. Но кибердружина, часть барнаульской дружины, которая участвует и в оффлайн-акциях, патрулирует, помогает сотрудникам полиции. Так что в штабе не только компьютерные мышки, но и боксерские игруши. Это ребята, которые просто неравнодушные, скажем так, вообще к всему. И пытаются помочь и системе, и правоохранительным органам, и хотят само свое развитие. И тоже они видят в этом толк, потому что дружина, она создана также с указом президента. И ребятам это многим интересно. Поэтому к нам сюда ступают. Кстати, кибердружинником может стать вообще любой. Но как нам объяснили конкурсный отбор, серьезные и главные условия для человека, который будет помогать силовикам, чистая биография. То есть отсутствие фактов привлечения даже по административным статьям. А мы в завершение напомним, не оскорбляйте людей по национальному и религиозному признакам. И никого ни к чему не призывайте. Это запрещено законом. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.